Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Русский с Максом. Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас будет блог. Блог такой тревел-блог или тревел-влог. Сегодня мы с Юлей собираемся съездить в город Сомбар. Город Сомбар из города Нови Сад. Мы сейчас в Нови Саде. У меня уже было видео, как мы с Юлей из Белграда ездили в город Бар на адском поезде. Обязательно посмотрите это видео, потому что тот поезд просто сумасшедший. Но в Сербии далеко не все поезда такие. Вот, например, этот поезд называется Сокол. Он двухэтажный, очень комфортный и он ходит из Нови Сада в Белград. То есть этот поезд соединяет два крупнейших города. Но мы едем не в Белград, мы едем на север, в город Сомбар. И я еще пока не знаю, на каком поезде мы поедем. Сейчас мы это увидим. Короче, мы спросили, естественно, поезд находится не здесь, а здесь где-то есть, как называется, платформа девять и одна... Три четверти. Да, девять и три четверти. Короче, ее нужно найти, хрен знает где она, потому что тут ничего нету. Вот, поэтому нужно бежать, искать эту платформу. У нас осталось десять минут до отправления поезда. Короче, как всегда, как всегда, нельзя просто прийти на вокзал и сесть в поезд. Осталось четыре, четыре минуты до до отправления поезда. И, в общем, мужчина нам помогает найти. Ту, 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 автобус, а он достанется. А, достанется. А-а, а-а, а-а-а. А-а, автобус и он да ввоз. Вот так вот. Короче, кто бы мог знать, как это можно узнать, что сначала нужно сесть на автобус, потом доехать до поезда, и потом уже на поезде ехать. Что случилось? Ничего страшного. Ничего страшного. Кусочек камеры выпал. Камера начинает разваливаться. Но ничего. Короче, мужик, тот мужик, тот мужчина нас просто спас. Потому что без него мы бы никогда не разобрались, что нужно сначала ехать на автобусе куда-то, а потом ехать на поезде. Я надеюсь, что это так. Пока это наша гипотеза, что все будет так. Но кажется, что все может быть как-то совсем по-другому. В общем, могу сказать, что русские и китайские поезда нас избаловали. Вот. Когда ты просто покупаешь билет и едешь. Не все везде в мире так просто. Вот. Надо это всегда помнить. Но зато это приключение. Да, Юля? Да. Приключения мы любим. Вот так на автобусе мы приехали. И здесь же тут уже поезд. Вот так вот. Просто, просто вот где-то. Просто в каком-то месте. Надеюсь, что мы влезем в этот поезд. Выглядит он вот так. Сейчас будем подниматься туда с коляской. Людей вроде не очень много, но и поезд, конечно, очень маленький. Всего два вагона. Два вагона, да. Надеюсь, что нам не придется стоять. Ну, вроде бы мы сели. Все нормально. Поезд достаточно адекватный. Пока места всем хватает. Ехать нам три часа. И будет примерно миллион остановок. Ну, много остановок будет. Но пока все более-менее нормально. Надеюсь, что дальше все будет так же. Мы как раз говорили про Китай. Вот там надписи на китайском, китайские флаги, китайские ворота. А вот здесь такие, не знаю как, временные домики, где живут китайские рабочие. Потому что вот это вот все, вот это все строят китайцы. Посмотрите, какая глобальная масштабная стройка. Вообще, китайцы, конечно, очень много строят в Сербии дорог и железных дорог. Мы это уже заметили. Ну, вот здесь прям большая стройка. Просто мы ее проехали. Я не успел снять. Ну что ж, поездка проходит хорошо. Наверное, половину пути мы уже проехали на этом поезде. Это дизельный поезд. Он работает на дизеле. Поэтому он так шумит, мотор работает. И, кстати, я заметил одну интересную деталь. Когда поднимаешься здесь по лестнице, видишь вот такую табличку. Интересно! Ну что ж, три часа прошли незаметно. Мы успели пообщаться с приятными людьми, тоже из России, которые здесь ищут дом для покупки. Сейчас от станции мы пойдем в город, в отель, а потом будем гулять по городу и покажем вам, как он выглядит. Юля, возьмем такси или пойдем пешком? Такси? Да, наверное, мы возьмем такси. Здесь уже нас ожидает гужевая повозка. Ну, жалко, что не тройка, а всего лишь двойка. Да, там двойка же, не тройка? Двойка. Да, двойка, не тройка. Ну ладно, если не тройка, то ладно, тогда будем идти пешком. Да, Юля? Вот такими маленькими, тихенькими, спокойненькими улочками мы идем к центру. Посмотрите, какие домики. Вот, все такое везде аккуратное, все достаточно красиво, опрятно, очень опрятно. нигде нет какой-то там грязи, мусора. Ну, то есть, прям очень чистый, опрятный городок. Но это только его, скажем так, жилая зона. Конечно, самое все основное, интересное, важное находится в центре. Поэтому мы идем в центр. Ну, кстати, посмотрите, дома. Правда же, красивые. Красивые старые дома. Такие вот. Вот. Красиво, да? Вот, смотрите, это венок. Венок. Смотрите, в центре города устанавливают сцену. Написано вече уличных свирача. То есть, вечер уличных, наверное, музыкантов, да? Я так понимаю. И опять сцена. Опять сцена. Друзья, помните, сколько раз мы не путешествовали по Сербии, всегда мы приезжаем в город и всегда какой-то праздник происходит. Мне кажется, сербы очень любят праздники летом. Сцены, музыканты. Вообще, класс! Надеюсь, что нам удастся посмотреть на это. Друзья, посмотрите, в каком месте мы будем жить. Какое прикольное... Прикольное место! Очень прикольное место. Мы несколько раз уже в таких подобных квартирах или апартаментах останавливаемся в Сербии. И они очень часто такие олдскульные, старые... Как это лучше еще сказать? Не старые, а... Винтажные. Винтажные, да. Винтажные. Винтажная квартира. Почему винтажные, сейчас я вам покажу. Вот, друзья, посмотрите на мебель. На мебель. Все элементы мебели. Вот ручка. Здесь все. Такое все, ну, как сказать, старое, наверное. А вот эта штука мне вообще понравилась. Это печь. Посмотрите. Печь. Печка. Вот такая вот просто... Ох, ничего себе! Вообще прикольно! Это поддувало, а это сама печь. И там, смотрите, эта печь работает на детских грузовиках. Одного грузовика достаточно, чтобы целый месяц было тепло. Ну вот тоже, смотрите, какой винтажный... Винтажная, не знаю... Этажерка, наверное. Этажерка. Я плохо, честно говоря, знаю название мебели, но кажется, что это этажерка. Вот. А здесь зеркало. Эээ, здорово! Тоже такое вот прям все... Все ручной работы. Не знаю... Очень много лет. А вот здесь у нас спальня. Спальня, милая спальня с двумя кроватями. Короче, прикольно. А, и даже есть еще санузел. Санузел или попросту ванная. Ванная комната. И она же туалет. Ванная и туалет. Вообще отлично! Супер! Супер, друзья! И это все за 30 евро за ночь. Очень неплохо в целом. Это дворик. Но, смотрите, на выходе вот здесь, в этом помещении, в этом, не знаю, как это... Коридор или как это назвать. Тут просто огромное количество старинных вещей. Во-первых, старая, ну, кажется, австрийская пианино. Блин! Наверное, сам Моцарт играл на нем. Что еще тут? Это от швейной машинки. Зингер. Вот эта часть от этой швейной машинки. У моей бабушки тоже такая... Ну, была такая машинка. У прабабушки. А вот здесь, зацените, старый телефонный аппарат. Просто! Это вообще... Это вообще... Какого он года? Такой древний телефонный аппарат. Это просто... В общем, да. Здесь огромное количество старых интересных вещей. Вот здесь, например, лампы. Керосиновые лампы. Ну, вот так вот и выглядит главная площадь Сомбара и пешеходные улицы, по которым мы сейчас идем. Город... Ну, как и весь север Сербии. Вся Воеводина. Это такой большой, как бы, район Сербии, да. Это все было частью Австро-Венгрии. Поэтому... Ну, это чувствуется в архитектуре. Это чувствуется... Мне нравится. Очень тихий, спокойный, уютный город. Есть здесь несколько храмов. Посмотрите, вот там видны кресты. Давайте вот туда сейчас подойдем. Посмотрим, что там у фонтана. Посмотрите на эту красоту, друзья. Посмотрите на эту красоту. Фонтан, дорожка. И вот это вот, я так понимаю, это... Ну, что-то типа администрации. Здание администрации. Очень красиво. Деревья. Здесь католический собор. Просто красота. Просто красота. И вот, я с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Мы зашли во двор. И, друзья, это не просто здание администрации. Здесь, в этом месте, находятся, наверное, почти все городские инстанции. То есть, вся бюрократия сосредоточена здесь. Посмотрите, как тут красиво во дворике, внутри. Ох, мне очень нравится здесь. Так спокойно, так красиво. Просто класс. Мы погуляли по Сомбару. Затем поели вкусной сербской еды в сербском ресторане. И пошли в наш гостевой дом, в то место, где мы живем. И не смогли зайти, потому что дверь от нашего номера... Дверь не работает. Ключом нельзя открыть дверь. Поэтому мы сейчас продолжаем ходить по городу. И ждем, пока мастер починит замок, чтобы мы могли пойти и отдохнуть. Вот. Но город классный, друзья. Приезжайте обязательно в Сербию. Если будете проезжать мимо Сомбара, заезжайте сюда. Здесь очень-очень красиво, очень приятно, очень интересно погулять. Ну что ж, до встречи в следующем видео. Пока!